Атака начинается. Бойцы мотострелкового полка отражают удар. В ход идет только малая часть силы армии. Этого более чем достаточно, чтобы отразить вражеское наступление. Действия отточены, враг уничтожен. Это показательное выступление для будущих защитников Отечества и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2021». Здесь есть чем удивить. Новейшие разработки, самая современная техника и вооружение, грозные боевые машины, на которые можно не только посмотреть, но и изучить изнутри. Обдумали Кевлоев, к примеру, в восторге от танка. Военно-технический форум в Ингушетии проводится несколько лет подряд. С каждым годом он проходит все масштабнее. Поприветствовать всех участников и открыть площадку приехали официальные лица, в числе которых и зампред правительства региона Марьям Амриева. Президент Российской Федерации, главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание, мощи, могуществу нашей армии, потому что государство должно, но обязано себя защищать. В наше непростое время мы видим, какую заботу проявляет руководство страны о состоянии нашей армии. Трудно переоценить сегодняшнее событие. Данный форум помогает объединить военную мощь Российской Армии и дух нашего народа. Недаром говорят, народ и армии едины. Буквально через месяц начнется осенний призыв. У нас командование всегда идет на встречу командования полка. Мы проводим два раза в год день призывника. И действительно есть на что посмотреть и что показать. Действительно, форум буквально переносит в армейскую жизнь и показывает ее изнутри. Здесь можно ознакомиться с военным бытом, отведать солдатской каши, посидеть за рулем миномета, рассмотреть в деталях винтовку и главное понять, чего ждать от службы в армии. В этом году впервые на форуме представлен и новый автомат российской армии АК-12. Он усовершенствованный. В автоматическом режиме производит 600 выстрелов в минуту, а в режиме отсечки и вовсе тысячи выстрелов. Ребята с особым интересом рассматривают каждое оружие. Все они впервые держат в руках настоящий гранатомет, автомат и тестируют пулемет. Военные в деталях рассказывают о каждом из них. Стопор. Вот освобождаешь его. И вот лево-вправо он начинает крутиться. Видишь? Вот вверх-вниз. Это вниз. Это вверх, это вниз. Я знаю. Нравится тебе здесь на форум? Конечно. И вам тоже. А ты хочешь в дальнейшем служить в армии? Да. Кем ты будешь? Я тоже. Истребителем. Ну, снайпером. Тем временем на другой площадке ребята учатся метать ножи и стрелять из лука. Скучать никому не приходится. Среди них немало тех, кто точно решил связать свою жизнь с военным делом. Интересно. Я живу, если никому не хочу, чтобы я был. Я был. С направлениями сламкотиков, правда, не определился, но выбору изменять не собирается. Готовит документы. Между тем, у всех желающих есть возможность увидеть передовые образцы вооружения. А в этом году новинок представлено немало. Мощь, надежность, простота. Это БМ-21. Реактивная система залпового огня. ГРАД предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров. Возможно, также стрельба химическими снарядами. Самое мощное среди вообще артиллерии идет. То есть, если артиллерийская пушка – это точечный выстрел, то это чисто массовое поражение цели будет. Количество снарядов в одном залпе – это 40 штук. Она может без, скажем так, минимальной перезарядки выстрелить три залпа. А на привале давно затоплена печка. Время солдатского обеда. Отведать армейскую кашу хотят все. Готовят служащие срочники. Все, люди приходят и приходят. А запасов гречки много у вас? Да, вроде как хватает. На самом деле запасов гречки много, поскольку готовились уже не один день это все. Мы подготовили это практически неделю. И в данный момент каши всем хватит, так что все попробуйте наши армейские каши. Нравится тебе армейская еда? Да, нравится. А армейская жизнь? Да, интересно. Как ты думаешь, пойдешь служить? Да. Мне здесь все понравилось. Мы с ХИН-армией сюда приехали, чтобы посмотреть технику, чтобы люди за нас обрадовались. И позавидовали, да? Да. Помимо армейской каши, настоящее гастрономическое путешествие открывается в Шатрах. Администрация, Назрани и министерство представили все самые вкусные блюда из национальной кухни. Международный военно-технический форум продлится три дня. До 28 августа включительно. Зелимхан Кулой, Васхаб Белакию, Новости 24.